Добрый день, дорогие дачники, а вернее вечер. И сегодня я вас хочу познакомить с очень интересными гостями. На нашу самарскую землю буквально несколько часов назад прилетела Анастасия Яковлева. Она создатель бренда Эко-дачник. Вот первый раз в Самаре, впечатления очень хорошие. Марина нас встретила, и мы проехались по такой золотой дороге, где горы мы совсем не ожидали. И, конечно же, Самара встретила нас солнышком сегодня. Никто не ожидал, что в Самаре есть горы. Я когда даже снимаю сториз, мне говорят, а вы точно в Самаре? Вы, наверное, на Кавказе живете? Настя, у меня сразу провокационный вопрос, потому что мне его очень часто задают наши дачники. В садовом магазине просто огромнейший видов препаратов, и в основном они находятся в виде таблеток, либо в виде порошка, то есть это сухая форма. Почему ваши продукты, это жидкая форма, вот в бутылочках? Да, действительно, в сухих препаратах есть ряд преимуществ, это хранение, и производителю выгодно такой препарат производить, так как хранение там 3 года, и не надо температурный режим никакой соблюдать. Ну, то есть удобно транспортировать, хранить. Но есть и несколько минусов, это сложнее разводить такой препарат, потому что должно быть соблюдено несколько пунктов важных. Это вода определенный градус, да, и в принципе все грамотно сделать. Что касается жидкого микробиологического препарата, то это такое биотехнологии для ленивых, потому что просто крышечка на ведро воды, и все готово. И кроме этого в составе идут не только споры бактерий, а в составе также идут продукты их жизнедеятельности. Но не стоит пугаться такого словосочетания, да, или метаболиты их называют словом. Это биологически активные вещества. И каждая бактерия, ну, как мы знаем, бактерии, они разные бывают, да, аэробы, анаэробы, ну, это уже нюансы, которые интересны чаще всего микробиологам. Но вы знаете, уже люди настолько... Стали интересоваться, наши дачники стали грамотными. Так все-таки отличие, что в сухих препаратах, вот этих метаболитов... Нет. А они полезны? Конечно. Что нам еще говорят, какие отзывы? Что опрыскали там комнатные, попробовали перед тем, как на дачу переехать с препаратами. Все, сразу рост, сразу так растение бодрячком. Почему? Потому что биологически активные вещества. Это фитогормоны роста, ауксины, гиберлины. То есть люди могут покупать отдельно эти препараты, как стимуляторы роста разнообразные. А можно, например, вот сейчас актуален препарат биоазот, да, это стимулятор роста. В составе азотобактер, ну, вроде бы, азотобактер. Да, азотобактер, все, да. Да, об этом говорится, но так как это азотобактер в жидкой форме, и он вообще самый богатый на биологически активные вот эти продуценты вещества. И за счет этого идет такая стимуляция роста сбалансирована, хорошая, и вам уже не надо никакие дополнительные вот антистрассанты, или такие, чтобы дать прям такой хороший рост. Именно благодаря метаболитам вот этим, которые азотобактер выделяет. Настя, я линейку ваших препаратов, вот эти бутылочки, называю их волшебными, и я еще люблю называть их компоты, потому что в составе действительно очень много составляющих. Ну, конечно, если наши микробиологи и агрономы услышат сейчас компоты, они обрадуются на самом деле, они смотрят Марину Рыкальну, им очень нравится, потому что так доступно объяснить сложные вещи, не все далеко могут. Конечно, потому что это готовое решение. То есть вы можете покупать то-то, то смешивать, или там идти в горы, соскребать трехадырму. Нет, трехадырму в лесном черноземе. В лесу там, что мы соскребаем. А пенни-поцилус мы соскребаем на скалах. В принципе, конечно, можно добыть все это бесплатно, принести, но я как представлю этот процесс. Ну, мы можем, в принципе, поселиться и в пещере, и все делать так, кто захочет. А тут, конечно, это работа огромного количества людей. Все в одной баночке, наверное, это действительно можно так назвать. Настя, давай тогда начнем с биоазота. Вот буквально в понедельник я буду снимать новый выпуск программы «Дачная радость», и я хотела воспользоваться биоазотом. Вот для каких, вернее, целей я хотела его использовать? У меня сейчас посажено салатов немало, и мне нужно, чтобы они набирали вегетативную массу. Правильно я делаю, что даю рекомендацию нашим дачникам опрыскивать, поливать биоазотом, чтобы нарастала зеленая масса. Да, все верно. Смотрите, мы можем использовать биоазот 2-3 раза. В принципе, для начала это достаточно, и дальше переходить на живое удобрение. Тоже у нас спрашивают, а если тут такие маленькие дозировки мы видим, в принципе, что 5-10 мл на 0,5 л воды, или даже есть поменьше, если есть замачивание семян, зачем такая большая бутылка? Но биоазот – это универсальный препарат. То есть это идет от овощных до плодово-ягодных, до декоративных культур, хвойных. Везде он нужен, и везде он хорошо работает. Еще есть такая вещь, как фиксация азота из атмосферы тоже обрастает легендой. Это идея сама, но это на самом деле так и происходит. Если мы говорим о филосферных бактериях, например, там, лизосферных, и если мы говорим, какие бактерии живут, то бактерии, они очень умные и очень хитрые. Они могут жить как в почве, так и на листе. И, конечно, если вы по листу, особенно не сейчас в зимнем огороде, а в открытом грунте обрабатываете растения, то, конечно, очень хорошо добавлять липосам, потому что он именно помогает вот этим филосферным, которые адаптированы жить на листики, которые там хорошо работают, которые проникают в структуру листа и защищают лист от фитопатогенов, то липосам помогает закрепляться там. Поэтому вот этот эффект ВАУ именно дает совместное применение и микробиологического препарата, и жидкого удобрения вместе с липосамом. Еще одна проблема, с которой сейчас столкнутся наши дачники, это корневые гнили. Потому что они подходят не всегда ответственно, не всегда измеряют температуру на подоконнике, ведь рядом батареи, нам-то тепло, а там все-таки прохладно. Плюс небольшой перелив. Какой препарат поможет нам перестраховаться, то есть либо справиться с этими проблемами? Это, конечно же, МИКО-ХЕЛП, да. Это такой уникальный биопрепарат. У нас тоже в линейке есть МИКО-ХЕЛП, есть ФИТО-ХЕЛП. Это биопрепараты, которые плавно перекочевали из сектора для профессионалов, это то есть КФХ, закрытый грунт, тоже теплицы, в сектор для дачников. Мы называем это или ХОБИ-сектор, или ЛПХ. И, конечно же, мы тоже думали, что, наверное, достаточно для работы эффективной это вот ее защита, здоровительная почва, живое удобрение. Но потом мы видим, что людям интересно, они хотят решать свои проблемы эффективно, профессионально. То есть это более усиленный препарат, я так понимаю, более сильный действующий. Смотрите, вот один лайфхак. Если вы выбираете там где-либо микробиологический препарат, вам всегда надо посмотреть на вот такую аббревиатуру и цифры, да, это КОЭ, на сантиметры кубические. Что это? Это ТИТР. И чем выше ТИТР, тем более эффективный препарат. Даже если он будет или сухой, или жидкий, всегда надо, можно дать ТИТРу маленькую возможность упасть, но это не должно быть, что заявлено там 10 девятой степени, а потом это оказывается там 10 четвертой. Черная ножка, которая падает в рассаду, поможет нам немножко справиться? Конечно. Это плесень на торфяных таблетках супер работает. Плесень, ну, микрозелень любят выращивать тоже. Да. Да, черная ножка, корневые гнили. Этот препарат, он не действует, ну, на профилактику тоже можете использовать, но он как доктор, он лечит. Тоже многие говорят, что вот когда растение уже заболело, да ничего не поможет, надо брать химию. То биологические препараты не помогают. Ну, мы должны понимать, что когда человек болеет, ну, не надо его еще больше травить химией. Тут нужно дать просто, ну, правильную агротехнику, ну, не человеку, а растению. И, конечно же, вот микрохелп, он спасатель, да. А чтобы у вас не возникало черной ножки, гнилий, то, конечно, это нужно просто добавлять в полив, начиная с самого-самого начала, капельку, как говорите, компота, капельку микрохелпа и раз там в неделю и все. Проблем не будет. Да, да. Так просто. И теперь лайфхак от настоящих сети фермеров. Сети фермерства – это такое популярное направление по выращиванию микрозелени или растения на гидропонике. И вот, они сами нас нашли. Нашли микрохелп, попробовали, им понравилось. Почему? Потому что бацилюсуптилис и триходерма – несколько видов в одном флаконе. Спрашивают, зачем вам несколько бацилюсуптилис? Ну, вот есть один там штамп, все, работает. Но, вы знаете, у нас целый музей микроорганизмов, разные бацилюсуптилисы, они все работают при разном температурных режимах, да. Они работают от разного спектра фитопатогенов тоже, от разных болезней. То есть, таким образом, вы подстраховываетесь. Мы захватываем. Мы же не можем, да, знать, что дачник дочудит, да, какие там будут условия. Или природные катаклизмы. Да, что-то случится. И здесь получается, что в любом случае препарат сработает. То есть, одна какая-то даже бактерия в определенных условиях поможет растению. Чем больше разновидностей, эффективных, конечно, тоже спрашивают, откуда берутся штаммы. Я вот сейчас раз себе разведу, там сохраню. Это должна быть стерильность. Конечно, если человек может это обеспечить, но мне кажется, если у него есть своя работа, основная деятельность, и потом еще превращать себе квартиру в лабораторию. Нет, я бы побоялась бы что-либо разводить, потому что кроме чего-то полезного, не соблюдая технологию, это ведь делается в условиях лаборатории, просто очень много информации на просторах интернета, люди сами выращивают. Непонятно, что вы можете занести, что вы можете вырастить. И что вырастет. Да, и что вы в итоге будете заселять на свое растение, потому что можно действительно не очень хорошие вещи вырастить у себя дома. Особенно триходерма, потому что она даже может оседать тоже в легких, и это действительно надо, особенно сухая, если вы ее разводите, обязательно в маске. Это биологический препарат, это четвертый класс опасности. То есть устраивать у себя дома биологическую, биологическую станцию, оружие не надо. Не надо. Да. Нет, ну тут такой вопрос, может кому-то хочется. Мы не будем запрещать. Так, вернемся к Микахелпу и Ситифермерам. Что они говорят? Она избавляет их посевы, вот эти стеллажи такие, от плесени. Но если вы профессионал Ситифермер, то вам нужно использовать Микахелп немножко чаще. Если у нас на обороте везде пишет 10-14 дней, то это даже может быть 5-6 дней. Или если на продажу, там риски большие. Вдруг там тоже температурный режим. Но это все в тесных условиях у них семена, вето лежат. И вот плесень там появляется очень быстро. Да. И размножается. Потому что мы точно так же, да, высевали и на ткани, и на землю. То есть разводится быстро. Да. Чуть-чуть чаще. Действительно помогает. И не страшно. То есть там же молодое очень растение, да. И очень часто Ситифермер позиционируют как для здоровой сердца, чистой печени. Стараются для здоровья человека. Конечно, там использовать не биологический препарат, это... Преступление. Преступление, да. Нельзя. Поэтому можно чуть-чуть увеличить интервал, сократить, да. Это все допускается. Просто прописаны такие нормы именно для экономии даже ресурсов, чтобы человеку... Зачем ему больше лить, если оно сработает при такой дозировке. Живое удобрение, здесь написано Орхидея, и у нас есть живое удобрение, вот оно. Состав отличается или это, или просто это расширение линейки, чтобы любители Орхидеи понимали, что тоже можно использовать. Смотрите, так как мы работаем изначально в агросекторе с фермерами, с КФХ, у нас есть линейка, которая чуть-чуть отличается названиями. У нас есть биокомплекс универсальный, то есть это живое наше удобрение. Есть биокомплекс для овощных культур, и они отличаются. Почему это было сделано? Не просто, что мы хотим такой, 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 ну, не было такой цели. На самом деле, те, кто выращивает овощи, нас попросили добавить туда микро-макроэлементы, которые нужны овощным культурам. Чтобы они говорят, ну, у вас уже и так там комплекс, так добавьте туда еще микро-макроэлементы. Чтобы нам вообще не задумываться. Да, да, чтобы мы только это добавили, и все у нас уже было. А на производстве у нас есть линейка микро-макроэлементов, просто она не представлена пока в России. Вот, и там просто мы создали вот такие формулы, специалисты для овощей, для орхидеи, которые наверняка будут работать и обеспечат растения микро-макроэлементов. То есть у орхидеи тоже есть некий какой-то уникальный состав? Да, да. То есть вот это и вот это не одно и то же. Нет, не одно и то же. Состав отличается? А вот этим можно, если у вас, например, немного орхидеи, там, одна-две, вы можете спокойно живое удобрение использовать. То есть не обязательно покупать? Да, да. Но у нас есть очень много в стране любителей орхидеи, целое прям сообщество, и им очень нравится. Он прям дает там цитокинины, много тех гормонов, которые именно стимулируют рост орхидеи, цветение. Вот, и еще что важно, можно использовать во время цветения, потому что многие удобрения для орхидеи, их нельзя использовать, да, и это тоже проблема оказывается для любителей орхидеи. А живое удобрение, это вы можете как ванны для них устраивать, душ, кто как любит, все прописано в инструкции, и то есть уже очень много отзывов в Украине, это вообще лидерством, потому что действительно это работает маркетинг, когда на полке стоит орхидей, у меня есть орхидеи, беру. Но это не одно и то же, разные препараты, у кого орхидеи и много, попробуйте, просто все цветет. Настя, биозащита от болезней и фитохелп. Я часто нашим дачникам говорю, что фитохелп это усиленная биозащита, то есть здесь выше титр, больше разновидностей, бацилла субсилиз. Так ли это на самом деле? Ну смотрите, мы вот тоже для себя и для вас разграничили, что в принципе, если у вас есть там участок, вы как Марина выращиваете много всего, любите растения, заботитесь о них, так, с биоподходом, вот этой базы вам будет достаточно. То есть это почву вы добавляете, да, открытый-закрытый грунт, домашний тоже, это вместе по листу, да, и это достаточно для сильного иммунитета и здоровых растений в принципе. Такой минимальный набор у нас дачника, базовый. Тут плюс можно доплюсовать биоинсектицид какой-то, можно, да, потому что там белокрылка, паутиный клещ, хотя вот тоже факт, если иммунитет сильного растения, то паутинного клеща в теплице тоже нет. То есть люди, которые регулярно работают, он там просто, ну, он не берет растения. Для чего появился этот препарат? Да, это препарат из профессиональной линейки, и он содержит несколько штаммов бацилисуптилис. Здесь один штамм? Да, там один штамм, высокий титр, и он охватывает самые распространенные болезни, которые могут быть на дачном участке. Но мы знаем, что у там профессионалов, то есть среди вас полупрофессионалы, которые выращивают на продажу, тоже много такого, питомники, да, и там болезней может быть больше. И чтобы охватывать более широкий спектр болезней, вот, был создан этот препарат фитохелп, да. Спрашивают, а если у меня есть биозащита, надо ли мне фитохелп? Смотрите, если не было болезней, ну, в целом, ну, такого не бывает, конечно, но более-менее ситуация, фитопатогенный фон нормальный, так можно прикинуть, да, без лаборатории, то биозащиты достаточно. Но если вы замучились, на покупной грунт завесли какой-то такой плохой, погодные условия. Ну, просто загубили там, я не знаю, какой-то химией свой участок, и не можете никак из этого выбраться. У растений упал иммунитет, они сильно болеют, то? Фитохелп. Но мы уже настолько привыкли работать с людьми, которые не используют химию, что даже, конечно, иногда забываем, что некоторые люди, да, продолжают использовать различные такие препараты. Ну, тут нельзя осуждать, на самом деле, выбор каждого. И, например, у нас есть плодовый сад, и мы тоже знаем, какие риски, там, не дать химию, там, в начале хотя бы раз, да. Но это все работает, есть техкарты, мы все изготовим схему такую полную. И при этих техкартах, органические хозяйства, которые с нами работают, им нельзя, ничего, там проверки, у них сертификации. Если они что-то добавят, анализ это покажет, они эту продукцию просто туда, куда они собирались ее продать, не продадут. Да, просто не возьмут. Также микрозелень, кстати. Поэтому это все может работать и без химии. Оздоровитель почвы, ну, из названия понятно, что им надо обеззараживать грядки, можно вносить в компост, чтобы обеззаразить. Да, смотрите, формула биокомплекса БТО-оздоровитель почвы содержит ферменты, да, ферменты содержатся в тех препаратах, которые мы используем, там, для компостирования. И изначально препарат осенний, да, его очень любят использовать в теплицах люди, которые, там, профессионально выращивают, либо для себя. Почему? Потому что грунт теплицы истощается очень быстро, и, конечно, заселить туда полезную микрофлору надо. Но кроме того, что мы туда добавили бактерии, азотфиксирующие, фосфор-калий, мобилизирующие, фунгицидные, плюс, там еще содержатся ферменты, которые разлагают растительные остатки. И споры, триходермы там тоже присутствуют, но в меньшем количестве, намного, чем в Мико-Хелпе. Мико-Хелп. Я говорю, что Мико-Хелп – это тоже усиленная формула оздоровителя почвы. А вот здесь есть ферменты, которые разлагают органику? Нет, у него такой задачи нет. Мико-Хелп – это почвенный фунгицид, можно сказать так. Но его используют тоже и по листу, кстати. То есть это для весны, для сезона предпочтительнее вот этот препарат? Смотрите, если мы говорим о почве, то мы сейчас вносим оздоровитель почвы там несколько раз, ну по возможности с сезонами. Но осенью. Осенью. Но весной тоже мы… Можно. Да, да, мы как бы пролонгируем вот этот эффект, потому что что происходит зимой, тоже спрашивают люди, что не умирают у этой бактерии, что не пропадают, зачем мне сейчас носить. Но они упадают в состояние анабиоза и потом активизируются, как и вредители. Почему важно внести? Можно упустить этот момент тонкий, потому что вроде потеплело, но мы же не знаем, когда там начнутся просыпаться фитопатогены. И если они проснутся быстрее, а у вас там фон был такой себе фитопатогенный, то они начнут развиваться. Смысл очень простой. Лучше внести, чем не внести. Перестраховаться. Да, это точно. Всегда. И осенью. Поздно. Все равно лучше внести. Почему я всегда рассказываю. Создавайте отель для своих бактерий на грядках, вносите органику, чтобы было тепло, застилайте им тканым материалом, давайте им питание. И они там прекрасно себе перезимуют. Да, отель. Это интересно. Но наши специалисты называют тоже часто армию. То есть вы должны понимать, какая армия проснется, какой полк. И в ваших интересах внести хороший полк, чтобы он активизировался. Чтобы наших было больше. Наших больше. И еще такой закон природы достаточно жестокий, но почему-то вредители и фитопатогены часто сильнее. Поэтому тоже когда спрашивают, а зачем, почва уже и так все есть, все в природе есть. Но мы должны понимать, что мы делали с этой почвой, сколько мы вносили туда минеральных удобрений. Мы знаем, что микрофлоры и минеральные удобрения не совсем хорошо уживаются. И понимать, что чем больше мы заселяем добрых воинов, так сказать, тем лучше потом растение приживается и себя чувствует. И тем более, если вы используете у себя удобрения минеральные, в какой-то хотя бы минимальной дозе, то вам тем более чаще стоит использовать вот такие вот препараты для почвы. Да, переводить это все питание в доступную форму. Настя, спасибо огромное, что приехали, что в очередной раз рассказали для наших дачников о важности применения подобных препаратов. И я надеюсь, вы теперь будете постоянным гостем в нашей программе. Спасибо большое, Марина. Нам очень приятно работать с вами уже много лет. И, конечно, когда есть такие активисты, которых смотрит все СНГ, активисты органического природного земледелия, не будем путаться в терминах, это самое главное, что несет за собой здоровье и долголетие людей. И люди выращивают для себя хороший, вкусный. Если уже кто-то не хочет органика, всем надоело, главное, это вкусно и полезно. Будущее за органическим землетелем.